друзья всех приветствую разговор будет долгий надеюсь что через наушники без микрофона слышен достаточно хорошо да понятно что двигаюсь машине есть какой-то шум но тем не менее смотрите разговор хотел бы начать с того что в моей жизни лишний вес это постоянная проблема я определенное время профессионально занимался спортом и нужно было делать какую-то весовую категорию какую-то это 54 килограмма вся четыре килограмма до 1 весовая категория по мужикам то есть возраст у меня был старше 18 лет которую мне необходимо было выдерживать соответственно постоянно весогонка постоянно что-то не кушал постоянно весогоночные костюмы и так далее так далее так далее как я гонял вес раньше понятно что я скучал какое-то количество сладкого и вот обычный весогоночный костюм за две недели до взвешивания примерно понимал сколько мне не хватает веса но тогда я гонял какие-то небольшие объемы 3 килограмм 4 килограмм номер на самое большое что гонял килограмм 7 но повторюсь что это была временная такая весогонка я весогнал я сделал взвесился отработал на соревнованиях потом вес вернулся назад также благополучно периодически при желании яму делать более старшем возрасте но когда мы с вами становимся старше метаболизм у нас изменяется и такие фокусы с организмом они я не скажу что они проходят бесследно они не приносят какого-то значимого результата 2-3 килограмма которого с водой вылили это все возвращается у вас обратно сразу плюс виде различных отеков каких-то проблемных моментов и так далее как я начал следить за своим питанием понятно что вы то что вы едите вы то чем вы себя заправляете съели какую-то гадость получили на выходе какой-то негативный результат поэтому первая в моей жизни была такая система экспериментов это попытка отказаться от сладкого чтобы вы понимали в тот период времени когда я занимался активным спортом я пил чай с 10-12 ложками сахара вот осознаете иногда с 15 то есть небольшая кружка и 15 ложек сахара конечно это все сгорало со временем когда такой объем нагрузок и тренировочных режимов он перестал в моей жизни присутствует конечно мне все это начало возвращаться лишний вес лишний вес сразу привел к тому что я начал какие-то делать физические упражнения где-то я переставал заниматься активно физическая нагрузка где-то пытался резко побегать это сразу начало даваться травм то есть лишний вес я пытаюсь пробежать прыгнуть например когда играл в баскетбол в рыбе мы любили поиграть соответственно лишний вес повторю что это травмы сразу какой период времени я задумался что нужно с этим что-то делать и постепенно стал перестраивать свой питательный режим и тренировочный питательный режим я постепенно перестроил я отказался со временем от сладкого сначала это сахар в различных продуктах однозначно это различные сладкие напитки такие как около и и же с ними и отказался от хлеба бывших изделий это привело к определенному снижению веса и мне казалось что за счет серьезных физических нагрузок я смогу корректировать вес но уважаемые друзья не являясь профессиональным спортсменом не пропадая в зале есть день зале я нахожусь в лучшем случае наверно 2 может быть два с половиной часа в день это это не полноценные мои тренировки я кого-то тренирую то есть это смешанный такой достаточно цикл конечно то количество энергии которые я получал и получаю из продуктов она у меня объективно не сгорает соответственно все что мне не сгорает оно превращается в жир жир это лишний вес а лишний вес это но здесь дальнейшую цепочку логическую продолжать не буду потому что точнее вес он негативно влияет на все функции организма не буду повторить что всего лишь разговоре про снижение веса и про здоровье самое главное на этом останавливаться но здесь вот на этом аспекте я еще раз ваше внимание акцентирую значит те виды нагрузок которые я выполняю они в основном кардио это бокс ну где-то турник то есть железом я работаю достаточно немного поэтому организм у нас такая субстанция которая привыкает ко всему и собственно организм привык к боксерским нагрузкам привыкнув к боксерским нагрузкам фактически я не скажу что у меня не горит жир не горят не горят калории но повторюсь что привыкая к нагрузкам организм начинает меньше сжигать при моем таком традиционном виде физической активности возникло желание необходимость как-то еще скорректировать свой вес вот чтобы вы понимали самый наверное низкий вес у меня был пару лет назад летом летом всегда вес несколько снижается при двух достаточно плотно в тренировках в день в отпуске когда я высыпался плюс ну такие для себя делаем про гербе сбора то есть это очень плотная физическая работа раз это очень у меня такой был серьезный режим я полностью не ел фактически не ел углеводы очень такая диета что я никогда не делал это я никогда не читал калории честно скажу то есть вот я питался старался интуитивно понятно что прослушивал какие-то курсы передачи интуитивно я пытался выбрать ту пищу которая для меня полезна теперь уважаемые друзья значит как я перестроил диету текущий период времени что начинает у меня работать какой образ жизни какой подход у меня сейчас для чего я записываю это видео потому что сегодня на весах я увидел 74 килограмм с хвостиком чтобы вы понимали в сентябре даже в конце августа когда я собственно говоря достаточно плотно тренировался я ездил на сборы много сжег мне казалось калорий мой вес был чуть больше 80 то есть представьте 74 килограмма и ну пусть 80 это 6 килограмм разница 6 килограмм таскает за собой бегать боксировать жить с этими шестью килограмм их обслуживать это серьезная работа это лишние траты энергии но много много всего значит каким образом я сейчас питаюсь изменил режим питания я перестал перекусывать раньше считалось но мицем у нас как любая отрасль научного знаний научного человеческого знания развивается сейчас активно идет скажем так работы открытие различных сойдет последний нобелевская премия одна из нобелевских премий связано с открытием еще новых гормонов я попытался перестроить гормональный фон один из наверное самых первых гормонов который открытся в середине 20 века это инсулин при каждом приеме пищи сейчас я не говорю про углеводы углеводы я вообще исключил но фактически исключил немножко я себе позволяю углеводов при каждом приеме пищи нас подпрыгивает инсулин и любая пища будь то белковая пища ну фактически любая пища кроме растительной она моментально вызывает у нас всплеск инсулина инсулин у нас приводит к тому что вырабатывается глюкоза и запускаются вот различные эти процессы то есть любой прием пищи мало того что он не очень полезен как я считаю и как я на себе вот сейчас пока экспериментирую пришел к этому мнению к этому не очень большую пользу потому что исторически у человека не было никаких шведских столов человек всегда добывал пищу даже какие-то ближайшие не знаю 60-70 лет назад вспомните и голодомор в ссср и великая депрессия в сша всегда у нас какой-либо жир плевый поэтому наш я уже не говорю там 100-200-300 лет назад у нас организм настроен исторически на то чтобы съесть большой кусок пищи запустить все пищеварительные процессы и переваривать когда мы постоянно а это механизм он исключительно опять таки на безусловных наверное или условных эффектах безусловно скорее построены мы видим пищу мы хотим схватить и съесть то вот такого рода прием пищи повторюсь они не приносят для нашего желудочно-кишечного тракта никаких плюсов маленький кусочек пищи попал у нас запускается весь пищеварительный процесс этот весь пищеварительный процесс он приводит к тому что у нас фактически в холостую все работает ну и опять эти попрыгния инсулина формирование глюкозы глюкозы сахар и лишний жир когда мы с вами кушаем не так часто например вот повторюсь что я делаю два приема пищи но достаточно делаю я большой перерыв между приемами пищи в частности сейчас я перешел на питание двухразовые где-то 7 утра час после пробуждения достаточно плотно завтракал и 2 прием пищи достаточно плотно последний у меня 12 часов дня вот между этим приемом пищи вероятно можно тоже перекусывать и все остальное время то есть смотрите 7 12 и где-то наверное часов сейчас давайте посчитаем 8 9 10 11 12 5 до 19 часов я нахожусь без еды понятно что я могу пить воду понятно что я люблю кофе и чай могу пить и так далее никаких перекусов сначала было достаточно тяжело то есть вот третий прием пищи я заменял например каким-то жирными вещами орехами и так далее но старался вот это питательное окно делать небольшим 8 часов вот сейчас я дошел до того что вот это питательное окно составляет примерно 5 часов то есть два приема пищи с утра в 7 утра я позволяю себе покушать какое-то количество приходов это фрукты это немного варенья белок один из самых полезных видов белка это яйца причем и белок и желток я сейчас останавливаться не буду тоже если интереснее сниму отдельное видео есть большое количество интересных фактов но есть такой корейский фотограф которому сейчас за 50 лет он выглядит лет наверно 25 вот его рацион составляют исключительно яйца и исключительно белки там желтка он немножко совсем есть то есть вот самый такой полезный для организма белок кстати говоря что разные виды белка усваиваются по разному с возрастом а вот как раз яйца усваиваются достаточно здорово в любом возрасте то есть это мало то что полезно это скажем так хорошо усваиваем и легко усваиваем белок для любого фактически возраста человека яйца съедаю я три или четыре яйца делаю жареный бекон раньше я свиньи не ел вообще сейчас жареный бекон он дает определенное количество жира однозначно нутриенты это какая-то зелень первое такое плотное блюдо дальше я ем сладко это сырники три или четыре сырника здесь как раз фрукты могу съесть банан могу съесть манго очень мне нравится что-то сладкого варенья например или какая-то вот более-менее полезная смущенка диетическая которая слегка сладкая она конечно содержит такого количества сахара как обычный вот такой у меня первый плотный достаточно прием пищи и честно сказать побед мне не очень хочется кушать но в обед я заставляю что-то себя съесть сейчас всего с вчера я съел два куска курицы куриные ножки опять-таки стараюсь в более-менее натуральном виде есть и салат так я стараюсь съесть несколько салатов например салат из квашеной кампусты квашеной кампусты считается один из наиболее полезных вообще продуктов поэтому вот так в таком режиме я завершаю свою питательную деятельность в течение дня пришел я к этому где-то в течение наверное месяца полутора а еще такой момент уважаем друзья я исключил с августа вообще всякий алкоголь не могу себя назвать алкоголиком алкоголь вообще в своей жизни я попробовал достаточно поздно и позволял себе вот последние наверное годы в пятницу какое-то количество вина выпить не тяжелого кампунь пиво я перестал пить достаточно долго потому что пиво для мужского организма не очень полезно эстроген женский кормон кстати говоря эстроген у нас с вами образуется и в в ходе употребления продуктов в пластиковой таре например в бутылке с пластиковой водой пластик большое количество эстрогена поэтому эстроген аккуратней гормона уважаемые друзья если вы просто начнете повышать тестостерон и начнете уменьшать эстроген от этого толку тоже какого-либо эти гормоны работают достаточно парно поэтому вот такая собственно говоря история с алкоголем что алкоголь сам по себе достаточно калорийный когда вы пьете алкоголь вы начинаете чем-то его закусывать и самый главный момент смотрите сон если у вас нет нормального сна у вас образуется гормон стресса кортизола кортизол не дает возможность другим гормонам таким как тестостерон в частности работать нормально если вы не покушали на ночь как я сейчас делаю то высыпание у вас идет на порядок более качественный раз я сейчас ловлю себя на мысль что я просыпаюсь за 10-15 минут до будильника просто я чувствую себя восстановившимся приспорвавшимся если я употребляю алкоголь если вам интересно я сниму отдельную ну лекцию наверно это нельзя назвать это лекцией отдельный разговор про алкоголь значит алкоголь как влияет на фазы сна у нас сон делится на несколько фаз глубокая фаза сна не глубокая ну и так далее и так далее когда вы выпили какое-то количество алкоголя вы сразу проваливайтесь в глубокую фазу сна а первое должно идти фаза сна неглубокая тем самым вы не восстанавливаете свой организм это вот то же самое что вы поставили айфон перезаряжаться на быструю зарядку и батарейка у вас не перезагрузилась но айфон вы можете поменять свое тело вы не поменяете свой организм происходят необратимые дегенеративные изменения во всех системах человека поэтому уважаемые друзья тут мелочей нет и собственно говоря повторю что я сейчас перешел на такой формат диеты называется это кетодиетой так называемые кетоны которые вместо глюкозы питают наш мозг наши мышцы и в случае если вы не занимаетесь профессионально не готовится на олимпиад на чемпионат мира то при обычном образе жизни такой который есть у меня вам этого всего хватает я начал себя в разы лучше чувствовать у меня появилось большое количество энергии я светлее начала мыслей думать чувствует себя голова не хватает силы тренировки повторю что алимпийский рекорд я не ставлю но в частности на этой неделе это шестой тренировочный день сегодня я сделал плотную тренировку помимо того что как обычно отбоксировал стараюсь добавлять разные нагрузки и сегодня вес вот показал 74 с хвостиком это вес который впервые вот но с учетом того что осень как правило все вес набирают он у меня планомерно снижается я бегаю кроссов на этой неделе я пробежал два кросса понедельник было где-то 10 километров я пробежал 70 небольшим я легко бегу лишнего веса нет и в общем-то мне хочется бежать двигаться я не чувствую это сильную усталость прибежал домой я очень люблю спать я не хочу спать я нормально включён посидел поработал посмотрел какие-то передачи потом когда мне стало нужно я поэтому уважаемые друзья здесь разговор не о снижении веса здесь разговор о качестве жизни способ интереснейший он связан с инсулино-резистентностью я вам расскажу что это такое разговор и сегодняшний видео не о снижении веса о том как жить хорошо правильно как настраивать свой организм и чувствовать себя достаточно комфортно сложно в современных условиях когда огромное количество у нас сваливается различного мусора в том числе информационного который вызывает кортизол кортизол гормон стресс и который дестабилизирует все ваши системы все системы вашего организма друзья если интересно такие разговоры если интересно мое такое пространное что называется мнение почему из машины многие там ругаются говорят мне так комфортно я так успеваю высказать свое мнение вот это текущее видео она уже почти 20 минут у меня записывается вот что хотел сказать сегодня коротко не всегда получается но вот какие-то моменты рассказал каких-то аспектах составил ваше внимание любые вопросы по теме прокомментирую отвечу постараюсь расширенно записать в последующем видео таком сообщение обращение поэтому друзья интервальное питание разные виды интервального питания есть следующее видео сниму про подходы и виды интервального питания для улучшения качества друзья всем замечательных выходных всем здоровья и счастья качество жизни определяет то как вы живете для чего и с какой отдачей всем удачи